Всем привет! Приехала мне сегодня такая посылочка. Сегодня у нас будет проектор. Это мини-проектор от компании ProGaga или ProGake. В общем, пишите в комментариях, как правильно читается, потому что непонятно. Модель GA9. Давайте распакуем, посмотрим, как он выглядит. Так, поставляется, как видите, вот такой упаковочке. Упаковка самого проектора какая-то универсальная. То есть здесь конкретно не показано, что это за модель. Давайте посмотрим, что здесь есть. Здесь, как обычно, воздушная камера. Кстати, он очень маленький, миниатюрный прям. И аксессуары. Аксессуары просто лежат на дне коробки. Нет отдельной упаковки для них. Здесь гарантийный талончик. Здесь какая-то инструкция глобальная. На английском языке. Английский. Везде английский. Дальше идет аудио-видеокабель. 3.5 джек и 3 рца. 3 тюльпана мама. Силовой кабель для включения в розетку. Двойной такой, обычный. Пульт для сессионного управления. Пульт обычный, простенький. То есть ничего особого здесь нет. Меню. Переключение разъемов. Верхний, слева, правый кнопка ОК. Кнопка громкости. Еще кнопка меню. Похоже, она разная. Кнопка назад и плей-пауза. Больше здесь ничего. Питается пульт от двух батареек типа 3. А в комплекте батарейки, как обычно, не идут. Пульт такой дешманский. И сам проектор. В принципе, нормально упакован. Да, действительно, он очень маленький. Здесь даже сама линза маленькая, миниатюрная. Поменьше, чем в основном другие проекторы, которые я показывал, HG. Но очень симпатично смотрится. Вот эта вот вся часть такая матовая. Пластик, что-то похожее на сиомовский. Дорогой пластик. То есть внешний вид этого пластика кажется таким дорогим. Все остальное, в принципе, обычное. На передней стороне здесь у меня выпала крышечка. Была крышечка, защищена линза. Была крышечка, то есть линза защищена. Это уже хорошо. На передней стороне здесь больше ничего нет. Регулируется фокус здесь вот сверху. На боковой стороне есть два USB разъема, один HDMI разъем, один аудио-видео и один под наушники. Также есть слот для SD-карточек. Не microSD, а SD-карточек. Небольшое пространство для того, чтобы выдувал теплый воздух. Здесь титрадиатор. На задней части стоит динамик. Здесь видно, что есть. Здесь вентиляция для блока питания, скорее всего. Инфракрасный порт для пульта. И больше ничего. На боковой стороне еще разъем под силовой кабель и еще вентиляция под блок питания. Наверное, здесь блок питания находится все вместе. На нижней стороне здесь находятся четыре прорезиненные ножички. Они здесь такие выпуклые в виде сферы. Здесь находятся отверстия под штатив или там потолочный кронштейн. И ножка для того, чтобы регулировать высоту проекции. То есть можно открутить, отрегулировать, сколько будет, куда показывать. Все, больше здесь ничего нет. На верхней части здесь есть меню управления. То же самое на пульту. Кстати, все эти кнопки прорезиненные. И есть еще индикатор питания, который показывает, когда включено, когда выключено. Рукоятка под фокус и под кейс-тон, плюс-минус 15 градусов. Как я сказал, это HG проектор. Он довольно дешевый. Можно купить примерно за 108 долларов. Это Android версия у меня. Также этот проектор бывает как и базовой версии. Где-то под 70 долларов. Зеркальной версии. И Android версии, как у меня сейчас. Актуальную стоимость вы сможете узнать по ссылке под видео. Я вам там оставлю ссылочку, где ее можно купить. Там же посмотрите более подробные характеристики. Ну, в общем, более подробно посмотрим все это в видеообзоре. А то пока что была просто видеораспаковка для того, чтобы показать, в каком виде приходит товар. От какого продавца. За сколько времени. Кстати, пришло мне за 2 недели. Это довольно быстро. Продавец отправил практически сразу. Упаковано тоже, в принципе, неплохо. Ну, в общем, более подробно посмотрим на все это в видеообзоре. А пока что на этом с вами будем прощаться. До скорой встречи. Подписывайтесь, как обычно. Ставьте пальцы вверх. Пока.